Дзюл гибкий, мягкий, мягкий. Дзюл гибкий, мягкий, до познания. В этом виде боевого искусства важна не сила, а ловкость. Ее на краевом турнире демонстрировали 350 спортсменов со всего юга страны. Именно столько приехали в Сочи на турнир по дзюдо. За медали и кубки престижных соревнований боролись дзюдоисты из Краснодарского края. В Сочи, Краснодаре, Армавире, Анапе, Геленджика, Туапсе, Ейска, Василковского, Тихорецкого районов, а также Ставрополь, Абхазии, ДНР, Адыгеи и Карачаева, Черкесии. Очень приятно, что к нам приезжают каждый год традиционно на этот турнир. Очень много спортсменов. И уровень данного турнира постоянно растет. Сочи всегда задирает свою планку и хочет быть впереди планеты всей. Не всегда так получается, поэтому конкуренция с других городов, ребят, она очень положительное влияние оказывает на наших спортсменов. Они видят, над чем надо работать и куда дальше двигаться. Поэтому я думаю, что вот эти соревнования, которые у нас проходят, краевые, всероссийские, они только повышают уровень мастерства. И мы очень заинтересованы проводить их как можно больше. Краевой турнир подзюдо уже 32-й по счету. Его проводят в памяти героя Советского Союза, сочинца Мартиросина Гуляни. В годы Великой Отечественной он совершил 113 боевых вылетов на штурм войск и укрепление противника. Сбил два вражеских самолета. Погиб в апреле 45-го при выполнении боевого задания. Поэтому турнир подзюдо проводится с целью не только выявить сильнейших в спортивном плане, но и патриотического воспитания, говорит один из первых организаторов турнира Арутюн Арзуманян. Только федерация была создана и проводили на следующий год турнир подзюдо. Героя Советского Союза и его внук занимался в нашей школе. Мартиросина Гуляна. До этого мы проводили День Победы, отмечался, и приходили воины из военкомата, все. Потому что это патриотично, это такой вид спорта. Я восхищаюсь, что соревнования подзюдо имени Мартиросина Гуляна проводятся уже 32-й раз. И в городе Сочи очень динамично развивается этот вид спорта. И когда мы более 30 лет назад начинали проводить, и оно дало плоды городу Сочи. И воспитывает молодежь в духе силы, духе демократии, духе чистоплотности. И будущие наши граждане нашей страны, которые видят из спорта дзюдо, который девиз мягкий, гибкий путь победы. И это все. Я восхищаюсь молодыми людьми, будущими. И наши тренеры, которых уже несколько поколений, подготовили многих мастеров спорта и подготовили призеров мира, Европы. Это для маленького города Сочи чудесно, потому что мы одни из первых здесь. Делали это восхитительно, что столько молодежи занимается с малых лет. Краснодарский край исторически был лидером дзюдо. Краснодарский край подготовил олимпийских чемпионов, чемпионов мира в лице Якуб Камбалетовича Коблева, одного из сильных тренеров России, Советского Союза, где дали чемпионов олимпийских игр мира, Невзорова и так далее. И мы подхватили вместе этот флаг. Вот так! Без тебя! Роб в лодку встали! Роса! 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 Кстати, турнир проводят на базе Федерального центра единоборств «Югспорт». В этом зале почти круглый год проводят сборы сильнейшие борцы нашей страны, в том числе и дзюдоисты. Эти стены, признаются участники турнира, тоже помогают с еще большим желанием идти к победе. Воскан Пагасян на турнир из Армавира приезжает третий год. Раньше в качестве тренера, теперь главного судей соревнований. Говорит, конкуренция на турнире с каждым годом только растет. Я уже здесь на этом турнире третий раз. На этот раз в качестве главного суди. Что я могу сказать, что турнир с каждым годом приобретает все новые обороты. Уже подключился Ставрополь, то есть регион другой. За ней приготовятся. Абхазия и ведущие спортсмены нашего Краснодарского края. В принципе, кто здесь стали призерами, все те же самые ребята являются победителями, призерами первенца нашего Краснодарского края. Наш край один из ведущих в России. Мы уже на протяжении многих лет завоевываем все спартакяды, все юношеские возраста. Показываем лучшие результаты на первенстве России. И всегда сочинские ребята на каждом первенстве краях находятся на пьедестале. Уровень хороший, тренеров много. И ребят, самое то, что импонирует, ребят талантливых очень много в Сочи. Конкуренция на турнире растет не только за счет повышения уровня мастерства спортсменов из Краснодарского края, но и за счет борцов из других городов и регионов. К участию в турнире в этом году вновь присоединился Ставрополь. Оттуда приехала делегация из десяти спортсменов. Мы неоднократно уже приезжаем на эти соревнования. Это является таким хорошим стартом для большого спорта. Очень хорошее соревнование, достойный уровень. К сожалению, я сколько раз приезжаю, у меня ни одного чемпиона не было. Это говорит о том, что достаточно высокий уровень, очень хорошие ребята, сильные. Ну и сочинцы молодцы, проводят такие турниры достаточно хорошего уровня. Боролись, в принципе, как бы неплохо, но чемпионом становится почему-то не получается. Это спорт, значит, у нас все впереди. Не на этих соревнованиях, значит, я думаю, на других соревнованиях мы обязательно станем чемпионами. Краснодарский край выступает на высоком уровне. Мы очень хорошие, сильные ребята. У нас регион чуть отличается по манере борьбы. Мы пытаемся приезжать к вам на соревнования. И это для нас очень большой опыт. Сочинский турнир памяти Мартироса Нагуляна дзюдоисты называют престижным. Сюда едут не только за медалями, за соревновательным опытом, повышением мастерства. Еще здесь можно повысить спортивный разряд. Борьба за медали идет в различных возрастных и весовых категориях среди юношей и девушек. За медали борются спортсмены 12-13 лет. Это финальная схватка в одной из самых легких по весу категорий – до 34 килограммов. Краснодарский край против Ставропольского. Схватка оказалась золотой для Лемгена Куаджи из Туапсе. Было тяжело за выход в финал и финал. Я вкладывался в броски, пытался, но выиграл не по броскам, а по концов бумаги. Ну, соперники были тяжелые, такие достойные. И, получается, я думал, я уже сейчас проиграю, но доделал до конца и выиграл эти соревнования. У меня есть еще краевые соревнования, третья медаль. Вот это я тоже горжусь. И это тоже будет для меня хорошей медалью. А это борьба тяжеловеса в категории свыше 73 килограммов. Выселковский район против Сочи. Победа осталась не за хозяевами турнира. Сочинец Владимир Демура завоевал серебро. Говорит, второе место – это стимул для новых побед. И подарок для близкого человека. Турнир для меня закончился вторым местом. Ну, это лучше, чем третье, но чуть-чуть не дотянул до первого. А что не хватило? Ну, мне кажется, физики не хватило и силы. Но это для меня урок, что надо еще тренироваться и тренироваться. С этим парнем я уже очень давно знаком. Мы с ним как такие соперники на соревнованиях. Мы с ним встречаемся на одних соревнованиях, но мы с ним редко, когда становимся именно в схватках. Но для меня схватка прошла вот так. Я чувствовала внутри, типа, огонь, который горел во мне желанием победить. У меня сегодня... Просто сегодня у моей бабушки день рождения, у Аси. Она меня всегда поддерживает. И благодаря ней, и благодаря моему отцу, который вон стоит в галстуке. Я здесь. Мой папа мастер дзюдо. Он тренер. У него очень хорошие ребята воспитываются. Всего по результатам турнира было разыграно 65 медалей. Больше всего в копилке сочинцев. 16 наград. Четыре из них золотые, четыре серебряные, остальные бронза. Конечно, мне хотелось бы, чтобы у нас было больше чемпионов, и мы забрали все призовые места. Но здесь приезжают сильные ребята из других городов. И поэтому, в принципе, у нас достаточно первых мест, как я считаю. И поэтому я думаю, что хорошо выступили наши сочинские спортсмены. Дзюдо интерес давно у нас уже в России. И идет очень большая пропаганда развития дзюдо и самбо Российской Федерации. Поэтому я думаю, что наши дети, они уже давно полюбили этот вид спорта. Занимается им, очень много у нас занимается. Более двух тысяч спортсменов занимаются в городе Сочи этими видами спорта. Поэтому я думаю, что интерес еще будет расти, потому что у нас сейчас и программы самбо-школы развиваются очень активно. И дошкольное дзюдо недавно проект запустили. Поэтому я думаю, что чем дальше, тем интерес будет только нарастать. Итоговая таблица результатов краевого турнира памяти Героя Советского Союза Мартироса Нагуляна выглядит следующим образом. Как было уже отмечено, больше всего наград у хозяев турнира сочинцев – 16 медалей. По 8 медалей у Новороссийска и ДНР. Домой в Туапсе спортсмены увезут 6 наград. Столько же уедет в Анапу. На счету дзюдоистов и Ставрополя – 5 медалей. Геленджика и Армавира – по 4 награды. Спортсменам из Тихорецка удалось завоевать 3 медали, причем 2 из них – это золото. 2 медали высшепробуя добыли борцы из Василковского района. Золото и бронзу увезут в столицу спортсмены из Краснодара. Одна медаль на счету – Ейска. Краевой турнир памяти Нагуляна завершен. Спортсмены получили заслуженные награды и разъехались по своим городам. Впереди еще много серьезных стартов. У нас перенство края, чемпионаты края. Оттуда они отбираются на Южный федеральный округ. С Южного федерального округа они отбираются на перенство и чемпионат России. Уже с чемпионата и перенства России они едут на международные соревнования. Поэтому соревнования очень много, разного уровня, разных возрастов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова